Ну что ж, уважаемые дамы и господа, я знаю, что многие из вас, наверное, удивятся, услышав такую незнакомую заставку, ну, привыкайте, теперь это у нас новая заставка для программы Яна Йоффе «Странички истории». Я думаю, что ее торжественность абсолютно совпадает с тем фактом в истории, о котором нам Ян всегда рассказывает, поэтому привыкайте и будем наслаждаться страничками истории, которые нам предлагает Ян. Добрый день, Ян, здравствуйте. Добрый день всем радиослушателям. Сегодня день памяти атомной бомбардировки Хиросимы. Погибло где-то порядка более 100 тысяч человек, по некоторым данным 150 тысяч. Прошло 74 года. Споры о необходимости применения ядерного оружия не утихают. Президент Рузвельт умер 12 апреля 45 года, и новый президент страны Гарри Трумэн при вступлении в должность даже не знал о существовании атомного проекта. Кровопролитная война с Японией продолжалась. Требование к Японии о безоговорочной капитуляции отвергалось. Среди высшего армейского руководства Японии существовало мнение, что надо продолжать войну, и когда американцы понесут большие потери, Америка пойдет на подписание мира, мирного договора, более благоприятного для Японии с сохранением императорской династии. Одним из убедительных доводов применения ядерного оружия стало для Трумэна сражение за остров Окинава. Это самый южный остров японского архипелага. И до этого взятие каждого, даже самого маленького острова, оборачивалось большими потерями. Японские солдаты практически не сдавались в плен. И были случаи массового самоубийства мирных жителей, когда матери, держа в руках детей, прыгали с обрыва в море, не желая попасть в руки американских солдат. Пропаганда действовала. Еще, когда кровавые сражения за остров Айваджима подходили к концу, американская армия под командованием генерала Симона Букнера начала подготовку к высадке на Окинау. Окинау – это гористый остров с очень густой тропической растительностью. Армия Букнера насчитывала 250 тысяч солдат. Остров защищали 120-тысячная 32-я японская армия под руководством генерала Мисура Уши-Джима. 1 апреля 1945 года несколько сот американских десантных и других кораблей высадили первый эшелон морских пехотинцев. Ну, где-то 50 тысяч морских пехотинцев высадилось для захвата плацдармов. Японские камикадзе штурмовали 5-й американский флот, потопив три эсминца, один десантный корабль, и серьезно повредили еще 24 крупных американских корабля. 380 камикадзе были уничтожены огнем корабельной артиллерии. Атаки продолжались. За три месяца боев 32 американских корабля было потоплено, 380 повреждено. Потери американцев составили 9800 человек солдат морской пехоты. Япония потеряла 1800 пилотов камикадзе. Когда в конце мая американцам удалось взять остров, победа оказалась дорогостоящей. Американская армия потеряла 15500 солдат, погиб генерал Букнер, флот потерял еще более 10 тысяч моряков, плюс тысячи самолетов. Потери японцев были огромные. 73 тысячи японских солдат было убито, потеряно 8 тысяч самолетов, погибло 43 тысячи мирного гражданского населения острова. Из более 120 тысячного японского гарнизона в плен попало только 7 тысяч раненых японских солдат. Когда объединенный комитет штабов американской армии начал подсчитывать, во что же обойдется американцам полномасштабная высадка на японские острова, где будут защищать каждый дом, каждый населенный пункт, каждый город, они получили минимальную цифру потери американской армии полмиллиона человек. Генеральный штаб разработал план высадки на японские острова. Первая часть плана называлась Олимпик. Это захват южного острова Кушу, самый большой в южной части японского архипелага. И вот эта первая часть плана предусматривала задействовать 770 тысяч американских солдат, 2000 самолетов и 1200 кораблей. Вторая часть плана называлась Карамет. Это захват Токио. Для этой части, значит, выделялось 4000 самолетов и армия вторжения порядка миллиона человек. Все планы были положены на стол Трумана. У него был выбор продолжать войну на месяц, а то и на год или на несколько лет. Или попробовать решить ее за несколько дней путем применения атомного оружия. В первом случае потери американской армии могли бы составить до одного миллиона человек. Труман принял решение. Атомная бомбардировка. Вот что он сказал. Я не беспокоюсь, как история будет судить меня. Я сделал то, что считал правильным. Как же начиналась атомная эра, которая изменила ход истории? 80 лет назад, 2 августа 1939 года, всемирно известный ученый, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии Эйнштейн написал президенту Соединенных Штатов Розвельфу краткое письмо. Письмо было отослано из маленькой деревушки Призоник на берегу Атлантического океана, где он отдыхал. И рядом с ним во время написания этого письма находились два выдающихся теоретических физика. Евгений Вигнер и Лео Сриллард. Оба недавно прибыли в Америку из Венгрии, оба евреи, бежавшие из Европы, спасавшиеся от нацистов. Дело, по которому они прибыли в Соединенные Штаты, было чрезвычайной важности. В декабре 1938 года в Берлине немецкий химик Отто Хан проводил ряд экспериментов в своей лаборатории. К этому времени наука уже знала о строении атомного ядра, о наличии электронов, протонов, нейтронов и о ядре самого атома и окружающих ядро электронов. Отто Хан проводил эксперименты. Что он сделал? Он взял пластинку от шлифована урана и он эту пластинку поставил рядом с радиоактивным элементом, чтобы тот бомбардировал уран. Он искал ответа на вопрос «А что произойдет, когда нейтроны столкнутся с атомами урана?» Ответ был шокирующим. Хан думал, что совершил какую-то ошибку. Он не предполагал, что при столкновении атомов урана разделится на два с выделением огромной энергии и радиации. В 30-е годы ученые думали, что атом неделим. За помощью Хан обратился к физику, тоже еврею, Лиз Мейтснер, который тоже спасался от нацистов и бежал из Германии в Швецию. Хан писал ему, описывая подробности своего эксперимента. «Может, вы найдете какое-нибудь объяснение? Как я понимаю, такого быть не должно. Атом урана не должен разделяться». Через несколько дней Мейтснер рассказал о опыте Хана своему племяннику Отто Фишер, который тоже жил в Швеции. После многих вычислений они все же пришли к выводу, что такое разделение атомов урана возможно. Вскоре новость об открытии быстро разнеслась в мире теоретических физики. Когда Отто Фиш встретил Нелса Бора, это знаменитый датский ученый, физик-теоретик, и рассказал ему о открытии разделения атома, Бор воскликнул «Какие же все же мы дураки, какие мы идиоты! Это не только может быть, это должно быть! Я много об этом думал». Бор отправился в Америку и все плавание просидел в своей каюте, исписывая формулами тетради. Свои выводы он изложил на научной конференции физиков, которая проводилась в Вашингтоне. А этой конференции газета «Сан-Франциско Кроникл» из этой газеты присутствовал журналист. И он поместил в этой газете маленькую-маленькую забедку о самой конференции и выводах Бора. И вот эта заметка попалась на глаза профессора физики, его звали Луи Алворес. Он и помчался в свою лабораторию в Калифорнийском университете, где и рассказал о заметке другому молодому профессору университета Роберту Оппенгеймеру. Вот они-то и назвали этот процесс деления атомов урана фижн. Роберт Оппенгеймер был гений. Он закончил Хавардский университет, затем защитил докторскую диссертацию, и у него защитил две докторские диссертации, одну Германию, одну Швейцарию. Будучи теоретическим физиком, вечно углубленным в свои мысли, он был чрезвычайно рассеян, как бы отторван совершенно от реального мира. Он умудрился узнать о Великой депрессии в США только через несколько лет. Но когда Гитлер стал преследовать и изгонять из Германии еврейских ученых, а Пенгеймер, будучи евреем, решил отдавать всю свою зарплату на помощь тем еврейским ученым, которые стремились эмигрировать в Америку. Гитлер называл всю физику еврейской. «Меня не интересует еврейская физика», говорил он, «меня интересуют немецкие инженеры, которые создают танки и самолеты». Силард и Вигнер рассказали Эйнштейну о новейших открытиях в ядерной физике и объяснили, как уран может быть использован для создания сверхразрушительной бомбы. Эйнштейн быстро понял одно, что в руках Гитлера может оказаться страшное оружие и решил немедленно написать письмо президенту Розвитту. Тем паче вот эти прибывшие к нему ученые физики сказали, что заместитель, что немцы не то, что даже кто-то от гитлеровской канцелярии прикрепил к институту Кайзера в Берлине. Значит, я хочу перевел вам письмо Эйнштейна и хочу привести отрывки из этого письма. Вот что пишет Эйнштейн. Господин президент, недавние работы ферми из Сизлота, которые я прочитал, привели меня к заключению, что элементы урана могут быть превращены в ближайшее время в новый и очень важный источник энергии. Я верю, что моя обязанность обратить ваше внимание на следующие факты и рекомендации. В течение ближайшего времени становится вероятным, что будет осуществлена ядерная реакция с большим количеством урана, при которой будет выделено огромное количество энергии и произведены новые радиоактивные элементы. Этот опыт приведет к созданию чрезвычайно мощной бомбы. Такая бомба доставляется, доставленная на корабле в порт, не только уничтожит сам порт, но и окружающие его территории. Возможно, бомба окажется слишком тяжелой, ее нельзя будет сбросить с самолета. В связи сложившейся ситуации должно быть установлен постоянный контакт в вашей администрации с группой физиков, работающей над ядерной реакцией. Чтобы ускорить эту работу, должны быть выделены государственные фонды. Как мне стало известно, Германия прекратила продажу урана из Чехословакии. И мне также стало известно, что заместитель государственного секретаря Германии Вон Вейтсахнер прикреплен к институту Кайзера Вильгельма в Берлине, где проводятся работы с ураном. с ураном Вашенштейн. Вот такое письмо было отправлено еще в 1939 году. Письмо доставил в Белый дом Александр Сакс, видный американский экономист, хорошо знавший Эйнштейна и Сизота. Он был личным другом президента. Внимательно прочитав письмо, Рузвельт сказал, это требует действий. Последний абзац письма, где упоминается, что в Германии производятся опыты с ураном, произвел на него сильное впечатление. В течение нескольких следующих недель Рузвельт сформировал урановый комитет, то есть специальную группу военных лидеров и ученых. Цель этой группы выяснить, как атомная бомба будет работать, какие материалы и деньги понадобятся для ее изготовления. Но проект двигался очень медленно, что вынудило Эйнштейна написать второе письмо. Во втором письме Эйнштейн пишет, с начала войны интерес к урану возрос в Германии, и я узнал, что все исследования проводятся во многих немецких университетах. Ропер Оппенгеймер продолжал преподавать физику в Калифорнийском университете, но чувствовал, что он обязан что-то сделать. Военные новости становились хуже и хуже. Германия заключила союз с Японией, и Соединенные Штаты, протестуя против японской оккупации Китая, запретили экспорт нефти в Японию. Урановый комитет работал неудовлетворительно, и один из его членов Эрнс Лоронс порекомендовал привлечь в него новые силы. Так, в октябре 1941 года Оппенгеймер впервые участвовал в совещании этого уранового комитета. 7 декабря как вы знаете 1941 года Япония напала на Пюро-Харбор. Гитлер присоединился к Японии и объявил войну с Соединенным Штатом. Вспоминает бывший студент Оппенгеймера Зербер. Мне позвонил Опи, так звали Оппенгеймера, и сказал, что через пару дней он будет в Чикаго и хочет поговорить со мной. В то время я преподавал физику в Иллинойском университете в Урбане. Оппенгеймер сказал, что его назначили главой специальной ядерной программы и пригласил меня работать вместе в его лабораторией в Калифорнирском университете в Беркли. Вскоре английская разведка узнала, что в горах Норвегии построен сверхсекретный завод по производству тяжелой воды. Используя своих агентов из норвежского сопротивления, они взорвали этот завод. Но они и взорвали, но немцы перед взрывом успели загрузить на паром, который шел от этого фиорда в какой-то более крупный норвежский порт. Они успели загрузить три цистерны тяжелой воды. И норвежские патриоты вот как раз они взорвали и паром тоже. И конечно, с одной стороны они потопили весь запас тяжелой воды, который был у Германии, а с другой стороны они сожалели потом всю жизнь. На этом пароме находилось много мирных норвежских граждан и они тоже все погибли. Немцы организовали прочистку всех горов этого фиорда. Там порядка одной дивизии. Старались найти этих диверсантов, но не нашли. Им к счастью удалось избежать преследования и они со временем оказались в Англии. В июне 1942 года в Соединенные Штаты для проведения переговоров о дальнейшем ведении войны прибыл премьер-министр Великобритании Уилстон Черчилль. Среди многочисленных темп, по словам Черчилля, наиболее важной была атомная бомба. Английско-американские ученые пришли к заключению, что такую бомбу можно сделать. В своих мемуарах Черчилль пишет, что он призвал Рузвельта предложить все усилия об обмене информации, объединить усилия ученых обеих стран для достижения общей цели. Рузвельт согласился. Предстоящий проект будет дорогостоящим. Велик риск неудачи, но он должен стать задачей первоочередной важности. Так как немецкие бомбардировки Англии продолжались, то было решено проводить все работы, в Америке. Время для разговоров закончилось. Пришло время действия, писал Черчилль. Мы оба чувствовали опасность бездействия. А что произойдет, если Германия получит бомбу раньше? Спустя три месяца после этой встречи авиармейского полковника Лески Гровс вызвали Вашингтон в один из офисов, находившийся в здании Конгресса. Я думал, вспоминал потом он впоследствии, что речь идет о моем назначении в какую-либо из боевых частей, которые я так просился. Его встретил генерал Сомервелл и сообщил, что ему поручено возглавить чрезвычайно важную миссию, и это назначение уже одобрил президент. Где будет эта миссия? Здесь, в Вашингтоне. Но я не хочу быть здесь, в тылу. Я хочу на фронт. Если вы выполните эту работу, война будет выиграна. 46-летний Гровс по специальности был инженер. Он только закончил другой важный объект строительства здания Пентагона, самого большого здания в мире. Гровс выполнил этот проект вовремя уложился в бюджет, и военные министерства США это очень высоко оценили. Поэтому и назначили его возглавить проект под кодовым названием Манхэттен. Выбор оказался удачным. Он был настоящий босс, требовательный, вникающий во все детали, умеющий критиковать, умеющий требовать, умеющий командовать. Задача была чрезвычайно сложная, и проводилась в обстановке абсолютной секретности. 8 сентября 1942 года Гровс получил звание генерала, и с этого дня началось практическое исполнение атомного проекта. Когда Гровс встретился с членами уранового комитета в Чикаго, они сказали, что потребуется порядка 400 килограмм урана, чтобы сделать бомбу. Гровс знал, что сможет организовать планирование, логистику проекта, но все будет зависеть от команды ученых. Оппенгеймер впервые встретил Гровса в Калифорнийском университете Беркли, где он возглавлял отдел теоретической физики, и куда приехал Гровс подобрать кандидатуру ученых, которые будут работать в осуществлении атомного проекта. Он говорил, они говорили вместе несколько часов, и Оппенгеймер изложил свое видение, как можно сделать такую бомбу. Сейчас ученые работают в разных университетах, и обстановка секретности не позволяет объединяться им результатами информации. Нужно собрать всех в одном месте, в какую-то центральную лабораторию, в какой-то центральный городок, где любители могут свободно говорить и работать. Гросс был впечатлен. Позже он говорил репортерам, что с первой минуты он понял, что Оппенгеймер гений. Ему понравилось и то, что Оппенгеймер был рожден в Соединенных Штатах, в то время как большинство других ученых приехали из европейских стран, где спасались от преследований евреев. И вот это обстоятельство, что они приехали из Европы. Дело практически невозможным проверить их прошлое, их взгляды, убеждения. Ну и Оппенгеймер представлял то, что он тоже проблема. Никто с кем разговаривал, потом говорил впоследствии, с кем я разговаривал, говорил Гросс, высказал энтузиазм насчет Оппенгеймера и насчет его научного руководства проекта. Первое, он чрезвычайно рассеянный, живущий не в мире реальности, а в мире абстрактных чисел, формулы, идеи. Сможет ли он быть дисциплинированно, сосредоточенным на работе всего коллектива? Сможет ли он быть лидером? И большинство мне отвечало нет. Кроме того, у него не было никакого опыта руководством большой группы людей. Он был гениальный физик-теоретик, но не руководитель. Но чем больше интервировал Гросс и разговаривал с другими учеными, тем больше он склонялся к мысли назначить Оппенгеймера. Возникла другая проблема. Оппенгеймер не может возглавить проект, не получив одобрение секретного статуса от армии и федерального бюро расследований. Они знали его прошлое о связях Оппенгеймера с отдельными членами Компартии США. В интервью с представителями FBI Оппенгеймер настаивал на своей верности к своей стране и что он никогда не был членом Компартии. И в любом случае его знакомство с отдельными членами Компартии это эпизод его далекого прошлого студенческого прошлого его молодости. Грофс верил ему FBI и армейская контрразведка нет. Тогда Грофс лично позвонил директору FBI и сказал это абсолютно необходимо чтобы Оппенгеймер получил добро на секретность без всякой задержки. Без него осуществление проекта невозможно. Еще одно препятствие это было здоровье Аппенгеймера. Это был очень высокий худой человек весил всего лишь 58 килограмм. Его привычка выкуривать несколько пачек сигарет в день он был так называемый чейн смокер то есть сигарета за сигаретой. Когда кончалась одна сразу закурилась другая. Армейские доктора единодушно пришли к заключению что Аппенгеймер не пригоден к службе в армии. Опять вбежался Грофс потребовав озвратей чтобы они подписали справку что Аппенгеймер годен к службе он не годен быть солдатом соглашался Грофс но вполне годен для того чтобы приложить все усилия и выиграть эту войну. После долгих поисков 16 ноября 42 года Грофс и Аппенгеймер нашли место для строительства новой секретной лаборатории это был каньон Лос-Алмос в штате Нью-Мексико там уже там находилась какая-то школа ее закрыли по распоряжению военного министра Хенри Стимсона место которое они искали должно быть изолировано и находиться вблизи от железной дороги по которой будут поступать необходимые грузы в то время как Аппенгеймер объезжал американские университеты в поисках кадров в университете Чикаго готовился другой проект Энрика Ферми и его команда запустили первый в мире ядерный реактор идея ядерного эксперимента в центре огромного трехмиллионного города вызвала тревогу угроз но Ферми заверил его что он знает как сделать эту реакцию ядерно управляемую и графитовые стержни опущенные в реактор смогут остановить или замедлить реакцию ядерную реакцию впервые в мире Ферми и его команда продемонстрировали что атомной энергией можно управлять и произошло это в нашем славном городе Чикаго вечером 15 апреля 43 года 40 физиков собралось в читальном зале библиотеки Лос-Алмоса и где они где уже началось строиться этот городок и лаборатория многие корпуса уже были построены ну и впервые тогда Аппенгеев предоставил слово своему ученику Зерберу и который я уже говорил что он приехал из Иллинойского университета в Урбане и вот Зерберу им сказал для чего их здесь собрали он сказал что значит цель проекта это произвести практическое использование оружия в форме бомбы в которой энергия взрыва проводится на основе цепной реакции быстрых нейтронов и вот несколько минут значит в зале стояла абсолютная тишина ученые были поражены никто из них и не предполагал что их собрали сюда в эту пустыню они до этого не предполагали и Зербер подошел к доске и начал рисовать формулы объясняя физику атомной бомбы в своем объяснении Зербер вместо слова бомба употребил слово гаджет редко употребляемый раньше и широко теперь в английском языке оно обозначает маленький инструмент или приспособление которое облегчает выполнение работы что было дальше я вам расскажу после небольшого первого присоединяйтесь к нашему родскому мы возвращаемся в программу Яна Йоффе странички истории Ян прошу вас объясняя ученым собравшись ученым в принципе создание атомной бомбы Зербер начертил на доске конструкцию атомной бомбы значит он сказал что в принципе конструкция этой бомбы весьма проста два куска чистого урана помещаются как бы в артиллерийский ствол внутри которого один кусок урана будет выстрелен в другой когда они соединятся образуется критическая масса которая приведет к цепной реакции стремительно ускоряющиеся нейтроны ударяют атомные значит атомы урана которые при разделении выделяют энергию и еще больше нейтронов в течение 1 миллиона доли секунды в результате цепной реакции произойдет взрыв по своей силе равной взрыву несколько тысяч тонн тротила основные вопросы оставались неразрешенными а сколько нужно урана для создания критической массы с какой скоростью они должны происходить столкновение этих двух кусков урана какова будет сила взрыва и самое главное будет ли эта теория работать на практике все начиналось с нуля ничего еще не было только лаборатория еще строилась даже не было жилья для ученых Аппенгеймер с женой жили в небольшом вагончике пока значит ученые совещались в конце лета 44 года на американской военной воздушной базе Алам Гордо где служил летчик пол Тибет раздался звонок от его отца жившего в Майами сынок у тебя какие-то неприятности нет ответил Тибет странно ко мне приходили двое каких-то ребят из федерального бюро инвестигейшн и они несколько часов расспрашивали про тебя Тибет заверил отца что это обычная регулярная проверка но он-то знал это другое 29-летний полковник Пол Тибет воевавший на фронтах Европы и Северной Америки работал на базе летчиком испытателем и помогал инженерам в разработке нового бомбардировщика Б-29 вскоре ему было приказано немедленно прибыть на другую воздушную баду в Колорадо Спринг это сейчас там находится военная воздушная академика США Тибет прилетел в Колорадо и на следующий день встретился с полковником Лэнсдорфом из армейской контрразведки после беседы его принял генерал Энд в его офисе сидел адмирал Парсон и профессор физики доктор Рэмси и он сказал Тибет что он выбрал Тибету что он выбрал для исполнения чрезвычайной важной сверхсекретной миссии о которой он не имеет права говорить ни с кем ни с женой ни с другими летчиками ни с кем затем в разговор вступил профессор Рэмси вы что-нибудь слышали атомные энергии ученые еще не сделали бомбу было еще не ясно сделают ли они вообще но американские военные думали вперед если бомба будет сделана необходимым понадобится самолет чтобы сбросить ее понадобится летчик прошедший специальную подготовку так и была создана сверхсекретная группа 509 7 декабря 44 года и полковник Тибет возглавил ее до атомной бомбардировки оставалось еще 8 месяцев когда вот уже потом когда война закончилась в Европе в мае 45 года американцы создали специальную группу которая прибыла в Германию только с одной целью искать найти во-первых немецких ученых которые работали тоже над созданием атомной бомбы и установить насколько вперед Германия продвинулась в осуществлении этого проекта значит они эти ребята значит прибыли в небольшой немецкий городок и там значит где проводились эти опыты там они нашли какую-то пещеру в горах где находилась лаборатория но что они увидели огромный зал где Хейзенберг пытался сделать то что делал в ферме в Чикаго то есть построить ядерный реактор но там где ферме достиг успеха здесь была неудача в своих разработках немцы отставали от американцев как минимум на два года взятый в плен немецкий физик Курт Дивнен лидер немецко-атомного проекта говорил на допросе причина в том что мы потеряли в Норвегии единственный завод по производству тяжелой воды и возможно эту потерю на и возместить эту потерю нам не удалось американцы нашли недалеко от этого места закопаны на ферме весь запас немецкого урана в виде порошка упакованного в бочки все это было немедленно отправлено в Соединенные Штаты американцы арестовали видных немецких физиков от Эхана его взяли в университете и вермера Хейзенберга которого нашли в горах в небольшом домике где он прятался скоро по этим местам пришли и советские специалисты они обнаружили две вещи немцы не имеют атомного оружия и все крупные немецкие физики атомнощики куда-то исчезли русские не знали куда англичане знали их привезли в Англию и разместили на удаленной ферме фарм-холл генерал Гросс торопил ученых с проведением испытаний первой атомной бомбы Трумм собирался летом в Германию в Патсдам на встречу со Сталином и Черчилль и он хотел чтобы в его руках была мощная козырная карта к 15 июня все было готово испытания решили провести в пустыне штата Нью-Мексики заряд значит его назвали Тринити он был установлен на специально построенной башне за взрывом наблюдали военные специалисты и 90 ученых физиков и один журналист из Нью-Йорк Таймс его фамилия была Вильям Лоренс в бункер Оппенгеймер начал отсчитывать счет две минуты до нуля а потом одна минута а потом уже пошли речь о секунде 4, 3, 2, 1, 0 затем без звука загорело солнце огромный шар рос поднимался закручивая себя в небе в какое-то грибовидное облако Оппенгеймер закрыл глаза и услышал кто-то сказал сработало ровно через 30 секунд после взрыва раздался звук скоро света намного больше поэтому все вначале увидели свет а потом устрашающий чудовищный грохот я поздравляю вас сказал генерал Грофс спасибо ответил Оппенгеймер война закончилась нет ответил генерал не закончилась она закончится тогда когда мы сбросим эту игрушку на Японию Оппенгеймер вспомнил строчки из древнего индусского эпоса когда бог Вишну говорит я останавливаю смертью разрушителя мира взрыв был настолько мощный что его слышали Эл-Паса это вот этот город в Тексасе где произошло это массовое убийство в воскресенье и 150 это было 150 миль от места проведения испытаний так же слышался и в Сильвер-Сити это не у Мексико это 200 миль от проведения испытаний люди которые жили в Амариле Тексас 450 миль от места проведения испытаний видели вспышку на небе газеты радио люди требовали объяснения генерал Гросс опубликовал заявление что на военной базе произошел взрыв склада боеприпасов человеческих жертв нет в это же время из Сан-Франциско после окончания испытаний вышел тяжелый американский крейсер Индиаполис с секретным грузом на борту он направлялся в сторону острова Тинян это группа Марианских островов в Тихом океане на этом острове находилась американская воздушная база в которой американцы бомбили Японию вот и вот тут есть такой момент можно о нем подумать я даже не знаю случайности или это когда крейсер прибыл на Тинян на этом борту крейсера находилось 20 ученых физиков американских которые принимали участие в разработке проекта на борту находились также и ребята технари которые собирали атомную бомбу атомную бомбу которую погрузили две их было две атомные бомбы одну потом использовали в Хиросиме другую в Нагасаге и находились технари которые должны были собрать эту бомбу там на воздушной базе крейсер торопился у него была еще другая боевая задача когда он разгрузил эту бомбу 1 августа на острове Синян на американской воздушной базе 2 августа он вышел в открытый океан и сразу же был потоплен японской подводной лодкой на борту крейсера экипаж 1200 человек из них спаслось только 340 остальные ребята пошли на морское дно вот представьте себе чтобы эта японская лодка потопила этот крейсер на один день раньше наверное конечно не было ни атомной бомбардировки и не было бы ни 20 американских крупных физиков и у американцев не было третья бомба которая еще только готовилась ее еще и не было то есть наверное если бы когда-то ее создали это было бы задержкой на полгода а может быть и на год так что вот крейсер который Индиаполис который привез атомную бомбу в Японию был потоплен японской подводной лодкой вот такая судьба а вот 5 августа после обеда первую бомбу собрали ее загрузили в самолет который командовал полковник Тибет на борту самолета была надпись Эннолагэй это имя его матери ночью Тибет провел инструктаж всего экипажа это ночь которую мы долго ждали мы летим выполнить выполнить миссию сбросить бомбу с разрушительной силой 20 тысяч тонн взрывчатки в комнату где проходил инструктаж стояла полная тишина и вот опять вот опять судьба Хиросимы у Тибета значит было четыре цели японских в этот день и он и была точная инструкция сбросить на тот город где стопроцентная видимость где ясное солнечное небо где нет облаков ты должен видеть цель так была ему инструкция впереди Тибета летел самолет разведчик который сообщал погоду и потом его сопровождали Тибета еще два самолета командировщика которые потом повернули и вот из четырех целей которые были у Тибета в этот день только над Хиросимой самолет разведчик сообщил ясное небо ну это вот эти два слова ясное небо и запечатало судьбу судьбу Хиросиму значит японцы не привыкшие к бесконечным налетам на свои города даже не обратили внимания на какие-то четыре самолета появившиеся в небе из которых три сразу развернулись и ушло остался один единственный самолет они вначале объявили тревогу воздушную но через 15 минут ее отменили ну и остальное вы все знаете в 8.15 утра открылся бомбовой люк и бомба была сброшена с высоты 600 метров все живое в радиусе один километр от эпицентра было убито самолет подбросило он начал резко набирать высоту Тибет передал радиотелеграмму полный успех цель разрушена возвращаемся домой вот такая краткая история атомной бомбы я хочу вам в следующей передаче рассказать что американцы достроили бомбу но русские все эти годы пока не строили устроили мощную шпионскую группу и добывали параллельно как американцы строили они добывали все секреты атомной бомбы и передавали ее в Москву вот о работе русской разведки во время атомной бомбы я хочу вам рассказать в следующей передаче так что всего вам доброго спасибо Ян огромное за такой очень интересный рассказ за напоминание о том что произошло в это время и я надеюсь услышать вас в следующий раз будьте здоровы всем доброго до свидания субтитры